друзья всем привет в общем короче мы сели покушать поужинать вот смотрите у нас что на ужин короче это итальянская спагетти с жареной курочкой тут специи лучок еще жареный вот так это выглядит все там одна курочка просто обжаренная другая замаринованная майонез да тут у нас еще гранатовый сок в бокалах друзья вы сейчас тоже кушаете приятного вам аппетита давайте покушаем вместе и пообщаемся с вами я сегодня друзья видите сходил постригся немножко освежил свою стрижку сегодня с парикмахером разговаривал она говорит надо каждые три недели стричься это я уже сказал 2 она горит хотя бы ну раз в три недели чтобы а я просто как по себе вижу что чтобы вообще как бы стрижка была всегда аккуратно как сейчас надо каждые две недели стричь мне нравится когда спагетти с жареным луком лук просто такой вкус придает такой вот она сладковатый такой вот именно но вкусно очень смотрите друзья какая курочка сочно аппетитная а мы еще друзья короче планируем как потеплеет ну будет погодка получше мы поедем на этом деревне на шашлыки мы хотим мясо пожарить и шампиньоны на костре все пожарил а ты на костре ни разу не пробовал шампиньоны знаешь какая вкуснятина да вот лук правда жареный лук вообще он и в яичнице классно сочетается вот и с макаронами тоже с мясом ну чё тут не горчит на море ты говорила ну вот он видишь да нормально вкусно все тебе все нравится что он готов так классно когда мужчина не это не критикует а ему все нравится они выпендривают ну реально все вкусно друзья 26 февраля у нас будет праздник это будут масленицу отмечать там в дк культуры там короче какое-то будет представление праздник там мы пойдем с моей девушкой может какие-то знакомых своих увидим ну скажи что вы да друзья сегодня со своей дочкой младшей встречался с лизочкой мы ходили с ней в пиццерию потом еще после пиццерии еще немножко так погуляли в магазин еще зашли потом я провел ее домой вы же знаете она такая взрослая но я ее снял как не я из сняла голос был за кадром и и когда вот я снимал но шок с видео да где я кормлю голубей он так и называется именно кормлю голубей вот и она там за кадром говорит она не в кадре но за кадром слышим ее голос блин можно а можно макарон еще там там же есть мясо много вот макарон можно еще подкинуть да но я сейчас это доем потом положу ну я просто сам бы положила просто не конечно ну ты поняла будь косвещиком нет не про это в чем я одет хорошо вкусный макарон это популярная тема с момента карантина по поводу чего подожди немножко не понял лишние части аааа да все все да я же говорю даже этот есть помню кучу роликов было на это видео там это девушка ведет это пресс-конференцию в прямом эфире сама так знаешь накрашена в таком строгом костюме все это и муж выходит в трусах ну или сидит в рубашке кто-то с галстуком ну да я на то когда мне такой взгляд такой недоумение я представляю когда она закончила пресс-конференцию что она ей сказала не я просто уже заметила эту фишку что мужчины иногда забывают девчонки кто работает дома они предупреждают что у них эфир мужчины забывают ну да ну да это не как бы не со зла а просто человек просто вылетел из головы он же дома ну да ну да ну да ну да прикиньте я вчера ну короче ну мы взяли весы и перед тем как взвешиваться мы с Женей разговаривали и я угадал и свой вес и ее вес и потом ну проверили на весах и реально совпало килограмм в килограмм это было удивительно вот я ей сказал ну что я вешу 85 килограмм примерно и представляете я на весы залез и один в один 85 кило вот и Женин вес угадал да ладно когда слой там на того не говорите вес ну говори о чем да а Женя 57 килограмм весть сказал ну ты весяшь где-то 57 и она тоже встала на мясы реально 57 килограмм так что видите как бывает иногда хотя я думала 56 интуиция короче видишь а к тебе скажу что женщина костюмер и вот ей сны снятся и они исполняются а я ей рассказывал типа ну про себя ну у меня тоже а ты еще говоришь может у творческих людей у многих да люди похожи все из космоса а мне еще так рассказывала про сны она говорит мне настолько реальные сны снятся что я даже чувствую вот ощущение там теплоту или запах прикинь вот настолько вот ей снятся вот такие сны ну потом уже когда просыпается естественно она понимает что это сон а во время сна она говорит прям все чувствую до мелочей прикинь у меня тоже иногда не всегда конечно такое но бывает иногда такие сны что ты чувствуешь даже прикосновение прикинь во сне вообще потом просыпаешься и думаешь блин вообще офигеть как так вот правда надо всегда жарить вот с ним все сочетается все вкусно что положить что положить тебя любименькая я бы сам положил да гранатовый сок в общем за ваше здоровье счастья вам добра и удачи и чтобы все 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 ваши мечты сбывались такой вкусный сок вообще я обожаю гранатовый сок там Женя пошла это мне спагетти еще положить потому что что-то мне спагетти мало показалось я их уже все съел а курицы еще много на nimble друзья по поводу стримов что возможно мы можем во вторник проведем стрим любимая да может во вторник проведем стрим я подписчикам говорю но если у тебя будет время да друзья если будет время может во вторник мы проведем стрим пообщаемся с вами тогда В общем, сейчас Женечка положит макарончиков мне, и я еще поем. На улице погода у нас сейчас все тает, короче, лужи вообще. А вчера, прикиньте, не какой вчера, сегодня, я же сегодня ходил с 3 часа, пошел в парикмахерскую, было солнце, да, так классно, потом вышел из парикмахерской, буквально 5 минут прошел по улице, и сразу так похолодало, и такой снег пошел, и это, ну такой, даже, знаете, не снег, а такая, как бы снежная крупа такая вот, и сразу солнце спряталось за тучки, и сразу холодно стало, думаю, блин, как погода переменчива, буквально за 10 минут поменялась. Вот, кстати, говорят, в Санкт-Петербурге вообще резкая изменчивая погода. Да, я помню, летом ездила, в 2021 году, выходишь в летнем платье, солнце, буквально минут 10-15, и хоп, сразу дождь, вообще, предсказуемо. Ну, тоже мои родственники говорили, они туда ездили, ну, ремонт там я занимаюсь, ну, они как строители. Мы тоже вот про фобода говорили. Фобода, говорит, сменяется каждые 10-15 минут, то одна, то другая. Ну, им понравился, они, хотя сами и южане, но им понравился просто город, что, говорит, очень красивый такой. Говорит, климат, да, тяжелый такой, а сам город очень красивый. Ну, мы тоже будем стремиться что-то туда поехать, на несколько дней хотя бы, да? Тем более, мне просто интересно, что я там уже ни разу не был. Любима, ну, Азер, расскажи рецепт, как ты вот готовила, спагетти, курицу. Ну, курицу я обмакивала, ой, замариновала майонезе с чесноком, вот, потом жарила сначала на сильном огне, чтобы корочка появилась, вот, потом вытащила ее, обжарила лук, потом опять вернула, сначала в своем соку, потом чуть-чуть водички добавила. А первую партию я вообще просто начала на сильном огне, потом огонь сбавила, добавила чеснок. Ну, он что-то так быстро пожарился, что какой-то привкус сначала появился, сейчас вроде нормально. Не, нормально. Ну, короче, в двух разных вариантах пожарила. Ну, и так, и так, да? Ну, мне с майонезом больше нравится, когда замаринала. Как-то она более сочная получается. Как-то первый вариант суховатый. Грибы и шампиньоны, когда тоже будем мариновать, мы замаринуем именно в майонезе и специи. Потом на костре пожарим, очень вкусно. Грибы, когда ешь, вот, на костре, да, который пожарил, нет ощущения, что это овощи, реально, как что-то мясное, как будто. Да. Ну, будем ждать погоду. Ну, да, погода как-то наладится и съездим в деревню. Друзья, завтра отец мне привезет картошки домашненькой. Ну, у него же там огород большой, 70 соток. И мы сегодня с ним разговаривали, он сказал это, что привезет мне завтра домашние картошки. Без всяких нитратов, чистая, природная, как говорится, экологически чистый продукт. Да, в магазинах она сейчас... Да, кстати, за границей вот эти экологически чистые продукты у них цена, говорят, в три раза дороже, чем на обычные продукты. Это мне многие рассказывали. Ну, я тоже вот эту женщину, смотрю, которая из Франции. Они же там на ферме покупают молоко, там творог. Вот она называла цену в евро. Я тоже пересчитала на наши. То есть у нас молоко, пачку можно купить там даже за 60 рублей, там где-то 120 получают. Ну, у них зарплата же, насколько больше. Да, ну, они пенсионеры два. Ну, поняла, нормальная пенсия. У него дом арендуют. Ну, своего дома нету, да? Я так поняла, нет. У них там прям целый район. Таких домов, построенных специально под арендой. Ну, так у них дом хороший, большой, да? Да, двухэтажный. Там двор такой большой. Ну, а да, в принципе, смотри. Покупать дом такой, да, большой. Это сотни тысяч евро. А так он пенсию получает. Он знает, что он всегда будет пенсию получать. Он знает, какую сумму он будет получать. И он может уже спокойно себе снимать в аренду дом, а остальные деньги уже тратит по своему усмотрению. Зачем ему покупать там за полмиллиона дом, да, если можно снимать и на остальные деньги жить. Нормально жрё снимать. Нормально жрё снимать. Нормально жрё снимать. Я смотрю, у многих сейчас такое видение, что, как бы, не вкладывать в своё жрё, а снимать в разных городах. Ну, да, если у человека, как бы, позволяет доход, да? Угу. Ну, то почему бы нет. А так у них, допустим, покупать недвижимость дома, особенно сейчас они у них очень дорогие. Поэтому, да, какой ему смысл? Во-первых, и смысла как такового нету. А во-вторых, даже это... Ну, а зачем, да? Может, и возможности нет, чтобы такую сумму там полмиллиона евро собрать. Друзья, курочка такая получилась прям вообще нежнейшая. Мясо нежное такое, вкусное. Мясо нежнейшая. 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 все-таки, друзья, дома хорошо в Москве я один а здесь с любимой девушкой тут совсем другая жизнь да, любимый? да, любимый у нас как позывной да, Гриша, да, Женя ну, будем чай пить да, да, поставила? нет, еще сейчас я поставлю, сейчас даю короче, друзья, у нас разделение труда, Женечка готовит, а я пасту думаю да сейчас подумать я руки помыла да, я тебе говорю это у меня не жареное мясо, не жареное? нет, да, мягкое, нижнее мясо так тем более, вот эти кур в магазине, они быстрее жарятся, чем домашние домашние, да, на больше ее надо готовить, тушить, там жарить ну, вот эти магазины, да, они же, наверное, там паром обрабатывают жарят домашнюю курицу это в хайках хорошо, помню да, ты же жила же в деревне знаешь все эти нюансы но зато суп из домашней курицы или тот же борщ бульон в тысячу раз даже в сравнении бульон прям такой наваристый, вкусный тогда я поставлю этот чай у нас в Москве там привезли нам домашнюю курицу и мы вот сварили бульон из нее блин, такой бульон вкусный вкусная курочка я вот еще люблю курицу, друзья, на костре ну, вот шашлык из курицы мне очень нравится как бы я люблю и свинины, да, там шашлык из говядины но и с курицей мне тоже нравится особенно вот эта корочка эта хрустящая, когда, да, когда курицу жаришь на костре блин, это такое объедение очень вкусно вообще объедение друзья, ну все, мы покушали сейчас будем чай пить ну, а вам огромное спасибо за просмотр желаю вам счастья, здоровья, удачи и всего-всего самого наилучшего и хорошего вечера все, друзья, до скорой встречи ну, я, может, надо а я мизинчиком а вы все, что это